Всем привет! Меня зовут Эльза, я из города Милюс, это находится в Республике Бешкортостан. Участвую в марафоне женственности 2013 в первом потоке. Что для меня стал этот марафон? Во-первых, это стало у меня знакомство с собой, открытие своих новых качеств. Не всегда, как оказалось, положительных. То есть кое-что я в себе открыла, над чем нужно работать и работать. Например, оказалось то, что мужчины меня иногда воспринимают с агрессией. Я проявляю сюрпризность, хотя всегда считала себя поддевочкой. Поэтому знакомлюсь с собой. Но также и хороший момент, что открыла, что у меня достаточно приятный голос на записи. Раньше не любила свой по телефону голос какой-то. Вот если даже записывала разговор, мне казалось, что за каркающий ворона. А сейчас, когда попробовала записать это видео, узнала, оказывается, что могу быть нежной, ласковой кошечкой. Также, что мне понравилось, это знакомство с девочками-единомышленницами, тоже участвующими в марафоне. Читаю их отчёты, вдохновляюсь. Они меня очень заряжают. Их инсайты глубокие. Проношу через себя и откладываю в своей голове также. Ну и волшебный пендель. Марафон — это волшебный пендель. Просто начать что-то делать, встать на конец с дивана. И браться уже, наводить порядки в своей голове и жизни. Выполняешь простые упражнения и замечаешь, как изменяется жизнь. Оказывается, это всё реально, что можно изменить жизнь своими маленькими женскими ручками. Родители у меня ничего не говорят. Не знаю, не замечают, не замечают, но я чувствую, что отношения с ними изменились. В частности, улучшились отношения с мамой. Это стало важно для меня и очень приятно. Подруги, которые не знают то, что я участвую в марафоне, говорят, что я стала какая-то странная и витая в облаках. На работе меня по-прежнему как считали, что я где-то в секте состою, так и считают. Моё самоощущение изменилось в том, что я стала себя чувствовать красивее. Да, это, наверное, то, что уход за собой, комплименты, улыбки, а также вот это внутренние улыбки, которые идут из души, всё-таки даёт, наверное, отпечаток на лице. Я сейчас себя чувствую гораздо увереннее в плане внешности. Также изменилось моё восприятие окружающих. Вот это вот упражнение, я такая же, как ты, учимся понимать других, для меня это было, конечно, большим открытием. Потому что, оказывается, где-то, если меня что-то не устраивает, значит, это что-то моё, моё качество, с которым мне нужно со мной работать, оно проявляется просто в других. Вот для меня это было, конечно, очень большим открытием. Каждый день то, что заполняешь отчёт, кажется, наконец-то есть момент, когда можно остановиться, подумать, что же ты сделал, проанализировать, какие я сегодня сделал действия и что можно было сделать лучше. А вот так подумаешь, а потом, после окончания марафона, не нужно будет заполнять отчёт. А на это время не уходит где-то в районе часа. И ещё будет час на полезные дела. И тоже вроде хорошие. Вот это вот важно, конечно, анализировать, останавливаться, думать о том, что нужно или не нужно было сделать. Чудеса стали происходить ещё до начала марафона. Например, я купила себе ноутбук, на который не знала, как выкроить деньги. У меня сгорел компьютер. Вот так вот получилось. И хотела книгу. Потрет Дориана Краева с Крувальда. Тоже совершенно случайно увидела в магазине и купила. Ещё научилась готовить, например, пять новых блюд. Хотя у меня не было такой цели на два месяца. Совсем как-то. Просто хотелось, было интересно. И вот уже могу чем-то угостить новеньким. Затем, что ещё там очень удобно для меня стало, это отношение к окружающим изменилось. Чувствую к себе по отношению уже какие-то добрые поступки. На работе замечаю больше уважения, внимания и заботы. Для меня это было, конечно, удивительно. В моём мужском коллективе, у которых у всех позиция. Да, что, у тебя рук, ног нету, иди сама сделай. И всё-таки смотрю, что потихоньку в этом направлении они меняются. Из таких вообще элементарных желаний, допустим, захотелось мне в один день виноград. Хочу и всё. И так получилось, что родители ходили на следующий день в гости к знакомым. И оттуда с гостинцами пришли и принесли виноград. Ну вот, просто вроде ерунда, мелочь, но всё равно приятно. Самое большое чудо, главное, что мне получилось осознать за марафон, это я отпустила свои прошлые отношения, которые закончились у меня уже около трёх лет назад, но как-то ещё сидели в моей душе. А это в один миг я почувствовала, что я свободна. Просто пустота образовалась, я могу дышать полной грудью. Да, это было для меня таким огромным счастьем и таким открытием просто невероятно. Хотя специально я ничего не делала во время марафона. То есть там были медитации и благодарения, и прощения, и отпускания всего до марафона. А не знаю, может быть то, что занялась собой, раскрытием качеств, как-то налаживаемым отношениями с людьми, и эта проблема сама от меня ушла. Чудо. Просто чудо. Большое изменение и открытие. И сейчас я счастлива. Благодарю Олю и Алексею за этот чудесный марафон, за новые задания. Казалось бы, такие простые, но так много меняющие в сознании. За такой удобный интерфейс. Все красиво и хорошо сделано. За то, что придумали вообще такое, организовали. Молодцы. Благодарю Бога, что у меня есть сейчас возможность такая вот меняться. То, что в мою жизнь приходят люди, притягиваются события, которые нужны именно сейчас на мне. Какие-то, может быть, даже испытания необходимые. Желаю всем счастья. Благодарю. Спасибо за марафон. Будьте счастливы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok